Каренские языки, значит, в принципе, это этничность Карены, но она довольно такая обширная и разнообразная. Это где-то между Мьянмой и Таиландом расположено. Причём тянется как некая такая полоса, на карте видно, да, и, естественно, у них там северные, центральные, южные и так далее. Видимо, был когда-то единый язык, но давно распался. Идентичности они своё как бы сохраняют, и, в общем-то, они во многом взаимно понятные, но говорят, что совсем северные и совсем южные непонятные. То есть у них система постепенного перехода от северных к южным. В общем, общее число говорящих 5-7 миллионов человек. Они там боролись периодически за всяческую автономию, даже независимость, но ни черта так, в общем, не вышло. Так они поделены между Мьянмой и Таиландом. Отдельные есть районы, где это употребляется. Насколько я понимаю, литературной формы нет, по крайней мере, я не видел упоминаний. Так как оно разбилось, выделяют даже 6-7 групп этих языков, то есть самих каренских языков штук 30. Выделяют фактически-то диалекты какого-то единого языка, который распался. Значит, около 7 миллионов в Бирме и около 190 тысяч в Таиланде. Они резко отличаются и от берманских языков, и от родственных, и от тибетского. И даже вообще они как бы хотели их выделить как отдельную такую ветвь в синотибетских языках. То есть каренская ветвь. Ну, как я говорил, вот это вот все объединение тибета-берманских очень условное. В общем, даже вот в тибет и берманские они явно никак не лезут, поэтому часто разделяют так. Синетические языки, то есть похожие на китайские, да? Потом тибет и берманские и каренские языки как отдельная ветвь синотибетской семьи языков. То есть, как бы хотя вот синотибетское, как раз с берманским оно сильно неродственное. И вообще они себя очень четко отличают, каренцы, от берманцев во всех отношениях. Ну, тем не менее, по общей структуре, конечно, это все вот тот же самый языковой союз индо-китайский. То есть, тоновой язык, слоги с инициальными и финалями, тонов от шести до трех. Как правило, у них слоги открытые, но особенно архаичный язык ПАО имеет закрытые слоги, ну, на обычные финали ПТК МНН. То есть, у них слова типа ТАП, ТАМ, ТАМ, ТАМ. А в других и того нет. То есть, у них все только ТАП, АК и так далее, только на гласных кончаются. Тем не менее, инициали там сложные. То есть, там в начале слога могут быть сочетания ПЛА, ПРА, КРА, ПГА и так далее. То есть, всевозможные сочетания из двух согласных в начале слога, наоборот, разнообразные. Медиали могут быть и у стандартных для синотибетских. Девять гласных, развитая система гласных, что также наблюдается и в берманском. Ну, и обычно также и развитые инициали. То есть, фонем обычно много. В результате слова довольно короткие все. Множественное число имеет обычно служебные показатели, правда, нерегулярные. Личные местоимения изменяются по числу лицу и синтаксической функции. Счетные слова имеются. Ну, и в общих чертах там два времени глагола. Будущее и небудущее. Ну, и других сведений, к сожалению, по грамматике не удалось вытряхнуть. И даже из английской Википедии там нигде грамматика нормально не излагается этих коренских языков. Ну, возможно, потому что нет стандарта. Структура сама предложения отличается от берманских, подлежащие сказуемое и дополнение. А в берманских на конце слова, в берманских глагол на конце предложения, да? А здесь в середине, подлежащие сказуемое дополнение, как у нас. Мама мыла раму. А в берманском мама рама мыла. Зависимые слова обычно следуют за главными. Нет показателей подлежащего и дополнения. То есть, вот что-то типа падежей, то, что в тибетском есть, да и в берманском, тут нет. Синтаксическая функция просто по позиции определяется. Ну, это архаика. Это в самых древних синотибетских языках имелось. Развитая система сложных предложений. Ну, вот по поводу лексики, вот сравнительная таблица, из которой видно, что, в общем-то, похожие. Да, вот тут най, на, нвак. Похожие слова. Ну, кое-где они там разошлись. Например, вот вечер в одном диалекте ва, а в другом хак. Хотя, на самом деле, происхождение одно. Ну, вот можно, в общем, понаблюдать, какие различия между отдельными языками, этими каринскими, или диалектами, тут уж кто как хочет. Фонетику еще из языка Пью я приведу. Такой наиболее известный язык Пью, или он же называется Восточный ПВО. На нем, говорит, около миллиона человек в Мьянме и 50 тысяч в Таиланде. Вот, довольно, в общем, обширный. И есть еще диалекты, которые походят на него. То есть, можно было бы, в принципе, стандарт. На самом деле, он письменный, и с середины 19 века для языка Пью используется шрифт, который называется Леки. Это школа буддизма Леки основала. Ну, и также используется и берманский алфавит. А в Таиланде используют тайский алфавит для записи. То есть, записи есть, конечно. Там 5 миллионов человек, конечно, они что-то пишут, просто вот нет стандарта официального. Ну, вот фонетика. Значит, тут имеется Пабха-Ба, все три. Но тут ограниченные по сравнению с берманским, допустим, тут Африкат мало, только Ча и Чха. Гораздо больше в берманском, да и в китайском. Ну, зато развитые вот заднеязычные, чего не наблюдаются обычно все на тибетских. Гласные, развитые, несколько подъемов. Ну, вот это тоже черта, похожая на берманский. То есть, много гласных, хотя обычно, опять же, все на тибетских, немного их остальных. Четыре тона в Пью, в языке. И три диалекта. Ну, алфавит на основе берманского там. И вот можно числительные посмотреть, просто как образцы, вот как они звучат, как записываются. Вот записываются с большим количеством знаков, да, дополнительных, которые обозначают разные оттенки по типу тона, там, звука и так далее, особенности произношения. Ну, вот можно посмотреть, как берманский скрипт, берманский шрифт работает, хотя бы на примере числительных. Ничего, кроме числительных, никаких примеров нету в энциклопедиях, по крайней мере. Ну, и вообще, да, нужно сказать, что письменности есть у этих языков, но, как правило, они все на основе берманской. То есть, есть письменность в языке СГО, западный ПВО, которые я только что описывал, да, ПАО, восточный ПВО, вот там есть на основе берманский. Для некоторых есть письменность на основе латиницы, для языков ГЕБА и ГЕКХУ на основе латиницы. И восточный и северный ПВО также имеют письменность на основе тайского языка. То есть, вот те ПВО, которые в Таиланде, они имеют на основе тайского, которые в Берме, на основе берманского. Вот, в общем, все, что про эти каренские языки известно.